В Нягоне стартовала серия выездных совещаний городского общественного совета. Первым пунктом для визита стал местный приют для безнадзорных животных. Почему, расскажет наш корреспондент. Вот это общие будки, они спят спокойно вместе. Спят в общей будке, едят из одной миски. Особи, которых отловили в разных концах Нягони, дружно живут на дворовой территории приюта. По клеткам расселяют только тех животных, которые нуждаются в лечении. После карантина в стаю. На социализацию. Этот эксперимент вели год назад. К нам приезжала комиссия ветеринарной службы. Мы объяснились, мы доказали, что собаки могут находиться не в вольерах, а именно на свободном выгуле, под видом того, что они находятся где-то на своей территории. Приют появился в Нягоне в декабре 2022 года. На пожизненное содержание уже принято 250 собак. По оценкам экспертов, отловить предстоит еще порядка 600. Площадь муниципального предприятия – полтора гектара. База для безнадзорных животных нуждается в дополнительных квадратных метрах. В этом убедились общественники города. Здесь надо Нягонскому приюту помочь в части освоения территории, увеличения территории. Я думаю, они справятся. То, что внедрили в Нягоне, именно в приюте, в части свободного выгула, то есть они на территории, это очень положительный момент, потому что животное не дичает. Выездные заседания – новый формат общественного совета Нягоне. Список адресов будут формировать по мере поступления жалоб и предложений жителей. Мы составим сейчас план выездов, потому что общественники сами тоже дадут свои предложения, куда они хотят поехать. И я думаю, что именно этот формат, этим форматом мы будем пользоваться и в дальнейшем в своей работе. Тут все видишь своими глазами. Это не разговоры, это не то, что рассказывают докладчики. Тут, вы знаете, реально видишь все своими глазами. И, соответственно, и реакция другая. Интересы жителей Нягоне в общественном совете представляют 24 человека. Они рассматривают вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта. Вектор направления деятельности людей, которые заняли активную жизненную позицию – усовершенствовать обратную связь между жителями и городской властью. После анализа серии выездных заседаний предложение общественного совета лягут на стол главы муниципалитета. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.